Вы одно время сказали в интервью журналистам, что я ненавижу космоса. Из-за чего? Значит, интервью было очень много разных, и интервью писали люди от себя. Абсолютно от себя. То есть, не заверяя текста, на тот момент я еще не был знаком с этой популярностью и с его законами, как нужно в этих условиях жить. Это обрушилось сразу, в один день, поэтому я однажды оставил телефон, и у меня оказалось там... Днем оставил телефон, и вечером, когда вернулся домой, я его, значит, включил, там было 80 пропущенных звонков. Вот, и я понял, что я этого не замечаю, но понимаю раздраженность людей, которые рядом со мной, потому что бесконечно звонит телефон. Звонили по разным просьбам и так далее, и так далее. Вот, но одно из этих было вот журналистское расследование, так сказать, какие они, кто они. И через меня старались сделать, очернить эту историю, что вот он, герой, который говорит, я ненавижу бригаду, жалею о том, что снимался, и мне это все, в общем, теперь нужно отмаливать, ухожу в монастырь. Вот такими чудовищными мотивами пользовались люди. У вас не было опасений, чисто актерских опасений, понятных, что после роли космоса вы можете стать актером одной роли? Что этот образ намертво прилепится, как маска к вам, и все, и вас не увидят другого героя? А предостережением я слышал не раз эти. Но вот так, чтобы я столкнулся с этим напрямую, такого не происходило. В театральном мире меня уже, ну, так сказать, по каким-то спектаклям знали, что я играю и комедийный, и трагедию, и драму, и мелодраму, разные жанры. И, в общем-то, я в этом, ну, то есть, живу, я, мне, мне, разный жанр, он мне близок. Не могу сказать, что я герой, не могу сказать, что я характерный артист. Тут какие-то вот грани, которые, вот, я не, это врожденная, видимо, способность, и мне не составляет это труда. Поэтому, когда стали предлагать дальше фильмы и роли, тогда я начал над этим задумываться с предостережением старших, так сказать, товарищей, что можешь остаться на всю жизнь. Или могут после этой роли, ну, так сказать, не поверить, что ты иной. Даже если режиссер и творческая интеллигенция, так сказать, поверят в тебя, что да, можешь и Маяковского, можешь и кого угодно еще. А ведь зрительское восприятие, зрители очень дорого то, что они в первый раз увидели и запомнили. И сколько было предложений от шоу-бизнеса, значит, сделать из тебя, ну, такого вот по жизни космоса, чтобы, ну, такой типаж из тебя сделать. И это ужас был бы, правда? Ну, как сказать, я бы сейчас ездил на Майбахе и жил в своем дворце. Между прочим. Между прочим, да. И в редчайшем случае надевал в водолазку, так сказать. Вот. И наверняка занимался бы чем-нибудь уже другим. Может быть, это было бы и неплохо. Кто знает. Кто знает. Может быть, это было бы неплохо. Потому что я все равно время от времени так задумываюсь, сколько это продлится. Кто знает. Кто знает.